Ну что, начнём, нет? Да, 10 минут уже. Ну, сегодня, уважаемые, сегодня, я так насколько понимаю, мой рассказ, да что такое? Я впервые рассказываю о ремесленной школе, о нашей ремесленной школе. Следовало в том, что в советское время считалось, что школу ремесленное училище открыли прямосенье в 1900 году, в 1900 году. И вот в старом здании школы, вот оно, там, значит, на первом этаже школа ремесленного училища открыта в 1900 году. На самом деле это далеко не так. Так, всё дело в том, что, ну, вот, кто меня слушал, не первый раз слушает, я всегда говорю, что Сестровецк уникальный, удивительный и, наверное, единственный, или один из немногих населённых пунктов России, в котором при Петре уже началось обучение детей. Вообще при Петре было открыто 13 адмиралтейских школ, ну, при предприятиях, для обучения детей мастеровых российской словесности и арифметики. Ага, вот, вот видите, это штатное расписание завода 1724 года. И внизу, для обучения российской грамоте детей мастеровых из церковников учитель, да? Оплата, один учитель, 10 рублей 80 копеек в деньгами, 3 пуда муки. И учеников 47 человек, рублей 225-60 копеек, это в пересчёте на каждого 40 копеек в месяц. И тоже 3 пуда муки. И всего на заводе, вот, числятся 490 человек. Всё дело в том, что, ну, петербургская промышленность, если так можно сказать, того времени, была в основном связана с судостроением, корабли же деревянные. И наш завод, это первое металлообрабатывающее промышленное предприятие в Петербурге и округе. И работали, и изготовлялись здесь не только огнестрельное и холодное оружие, но всевозможные припасы для нужд флота, и даже лекарские инструменты было время делали. Так вот, для того, чтобы люди работали, ну, чтобы делать что-то, нужно знать хотя бы элементарную линейку, да? Дети обучаются в школе чтению и письму, а по достижении 15 лет определяются в ученики к мастерам и по вылочке поступают в мастеровые на задельное жалование. Тут некоторая ошибка делана. Всё дело в том, что в школу брали от 7 аж до 15 лет. И учил священник, причём даже не священник, а был причетник из грамотных. Ну, это самый низший чин в церкви. А затем вот они учились, их отцы, дедья или сродственники, и была очень интересная система оценки знаний и умения. Они сдавали экзамен, и ленивых и нерадивых отправляли в стрелковые полки на должность оружейных мастеров. А старательных и грамотных, так сказать, оставляли у нас на заводе. Эта школа просуществовала до 1735 года. На завод вернулся Вильям Генин. Мы все знаем, что по его чертежам строился завод. Но он начинал строительство, потом был отправлен на Урал. И в 1935 году вернулся на завод. И вот тогда впервые завод был передан в коммерческое управление. Это самое первое. И, конечно же, Генин взялся там выпускать оружие за счет тех средств, которые отпускались в заводу, и резко уменьшил количество работающих. Вот если при Петре было, мы читаем, 460 человек, хотя там еще были кое-какие категории, и общая численность тогда доходила до 700 человек, так вот он сказал, что ему не нужно столько народов, и оставил на заводе 202 человека. И пригласил 42 иностранных мастера. Но к великому счастью... Да, и, конечно же, закрыл, ликвидировал все, что было связано с накладными расходами, в том числе и школу. Но, к счастью, он прослужил здесь недолго. Он всегда был отстранен от службы за скудостью ума по возрасту. Ну, видно, склероз или что-то, так сказать, у него. И на его место пришел Андрей Бейер, сын платинного мастера, того, который строил эту дамбу и все, так сказать, первые гидротехнические сооружения. Андрей Бейер к этому времени уже был майором русской армии, и он восстановил школу. Мы знаем, что в 1810 году на территории завода было здание, построено специально для училища, в 1795 году. Значит, размеры... Да, деревянное здание, безусловно. Размеры 4,5 на 3 сажене. Сажене знаете сколько? 2,10 десятых. То есть оно было размером 9,5 на 6,3 десятых. 60 квадратных метров примерно здание. В 1810 году оно было подправлено, крыто досками, состояние хорошее, обучаются дети заводских мастеров. и, к сожалению, нет денег. План, для того, чтобы скопировать план завода, того времени, нужно полторы тысячи. Мы знаем, что в 1855 году в августе, это вот период Крымской войны, инспектор оружейных заводов дал предписание начальнику завода о временном занятии помещения оружейной школы под лазарет для нижних чинов. После окончания Крымской войны лазарет... солдаты ушли, значит, школа была восстановлена снова, но в 1867 году, в феврале месяце, было подписано положение о переводе мастеровых Сестровецкого оружейного завода и Райволовского железоковательного завода из военного ведомства о гражданское состояние. Это вот так вежливо в Сестровецке прошла отмена крепостного права. И завод опять перешел в коммерческое управление. Как сейчас можно говорить? Приватизация, да? И, конечно же, коммерческим управляющим стал начальник завода, который был до этого, генерал Лилиенфельд. И он резко опять же уменьшил количество работающих на заводе и закрыл школу и ремесленную, и обычную, в которой учились дети, и в том числе и женское училище. Сестровецкий интересен тем, что с 1856 года в Сестровецке на деньги мастеровых содержалось училище на 35 девочек. Это был полупансионат. Они ночевали дома, но приходили сюда, в школу переодевались, проходили занятия. Их учили не только грамоте, так сказать, арифметике, всяким мастерствам домашним. Даже у школы была корова, которую они учились доить. Но это же готовили хозяев. Так вот, когда было все это закрыто, образовалось земство, голосное правление, и опять же, через год в Сестровецке произошел пожар. Вы слышали? Вот я рассказывал про это. Вы-то ведь были, да? Да, да, да. Всегда я говорил, что пожар произошел от сухой грозы или от шальной искры и сгорело свыше 500 домов церкви с кладбищей и могилами. Вот это Петропавловская церковь, старая, не последняя, а предыдущая, каменная, которая была построена из кирпича Петровского дворца в 1782 году. и кирпич превратился в труху. Ну, по-видимому, плохо был отожжен. Так вот, и сгорело, пол завода сгорело, и вот тогда было принято решение ликвидировать женское училище и в этом училище поместить земскую школу, простую школу. А какое-то время детей не учили на заводе. А потом, значит, капитализм, так сказать, в России развивается, промышленности нужно, и крупные промышленники Петербурга, прежде всего, для того, чтобы получить квалифицированные кадры, а кадры-то идут уже из деревни, и неграмотные, и, так сказать, все прочее, и они, во-первых, строят для них казармы, чтобы привязать к жилью, строят всевозможные здравпункты и прочее, в том числе и создают коммерческие, ремесленные училища. И вот в 1895 году, в сентябре месяце, земство в лице инспектора народных училищ первого района обращается к полковнику Мощину по поводу открытия, вернее, даже возможности открытия низшей ремесленной школы в селении Сестровицка. Хоть у нас и говорят о великом, так сказать, изобретателе Моссине, нужно помнить, что он прежде всего был солдатом, офицером, и он ничего сам не решал. Произошло целая череда обращений его к начальству, и только к 1900 году было принято решение об открытии ремесленной школы на нашем заводе. 16 марта произошло первое заседание педагогического комитета, а утверждено оно только было в июне. Где же оно размещалось? Под школу отдали верхний этаж полировочной мастерской. Это как одно из старых двухэтажных зданий. И самое главное было обращено внимания, чтобы устроить там столы на два человека с отдельными стульями и обязательно ватероклозет. Преподавателями выступили офицеры, работавшие, служившие на заводе. Вот мы знаем первых преподавателей. Капитан Яценко, гвардии штабс-капитан Дмитриевский и Халту Лари, штабс-капитан Гастельблат и Гастельблат-2 и помощник механика Коновалов. Значит, было три урока. Один, значит, с 8 до 8.55, второй 9, 9.55 и третий 11.30, 12.14.25. Но сидела там до обеда, после... Нет, как-то... Ну, первая половина считалась с утра, а потом уже день. Вот, и полуторачасовой обед. Практические занятия проводились в отдельные дни с 10 до 12. Было принято решение принять в первый класс 20 учеников. Разрешение было дано. Но приняли, 40 человек с тем, чтобы отобрать из них лучших, которые могли бы стать сразу учениками второго класса. Обучение в ремесленном училище было трехлетнее. Значит, брали с 13 до 18 лет мальчиков, чьи родители отработали на заводе не менее 10 лет. и поскольку желающих было много, то устраивался каждый год конкурс. То есть тех, кто лучше сдавал, тех брали в школу. Родитель писал в прошение на имя начальника завода и после справки отдела найма о том, сколько он отработал, принималось решение о допуске к вступительным экзаменам. Система оценок была 12-балльная. Кстати, я с удивлением узнал, что сейчас на Украине тоже 12 баллов, а в Беларуси 10-балльная система. Значит, 12 отлично, 11 и 10 очень хорошо, 9 и 8 хорошо, 7 и 6 удовлетворительно, 5 и 4 не удовлетворительно, 3 и 2 слабо и единица худо. Причем по технологическим промышленным, ну, практическим дисциплинам самая низшая оценка для ставшейся удовлетворительности была семерка, то есть даже не шестерка. Вот расписание, значит, первая группа, арифметика, два урока, рисование, во вторник, физика, два урока, чистописание, в среду, технология, два урока, русский язык, в четверг, арифметика, геометрия, русский, в пятницу, русский, рисование, черчение, в субботу, геометрия, физика и закон, боже. На практических занятиях ученики выполняли работу для завода и также работали по частным заказам. То есть офицеры работавшие, чиновники работавшие на заводе писали запрошение, что-то ученики делали, чиновники платили деньги за эту работу и эти деньги уходили на оплату работе, ученикам. И даже та работа, которую они выполняли в мастерских, тоже уходила в фонд учеников. Очень интересно, вот они за первый год заработали 176 рублей 89 копеек. Заведовал школой капитан и за школу он получал 37 рублей 50 копеек. Священник получал 13 рублей 12 копеек. Коновавов, помощник механика, который вел многие практические работы, получал 39 рублей. И два мастера, руководителя практики, получали один 26 рублей, другой 15 рублей. В 903 году были введены занятия пением. Катуллин за 14 уроков получал 10 рублей 50 копеек. А несколько позже была еще введена и гимнастика. Учителям платили за 8 месяцев учебы, учебный год продолжался 8 месяцев, а заведующему школы и преподавателям практики за 12 месяцев, то есть как бы круглогодично. причем интересно, что выпускные экзамены по классу, по году, сдавали в июне. Потом шла производственная практика на заводе и только в августе решался вопрос о переводе в следующий класс. За три года ученик мог остаться на второй год один раз. Интересен итог десятилетия работы школы. Вот в тринадцатом году они отмечали выпуски. Вот в третьем году из сорока человек принятых закончила школу только девятнадцать. В четвертом одиннадцать, в пятом десять, в шестом девять, в седьмом восемь, одиннадцать, семнадцать и семнадцать. Выпущено за восемь первых лет сто два ученика, из них восемьдесят три работают на заводе, двенадцать на военной службе, двое не работают, трое исключено из СОЗа по каким-то причинам, и двое умерло. Увольняли из ремесленной школы за полную неуспеваемость в списке первого выпуска. Очень интересно, что там есть Иван Александрович Эмельянов и Анатолий Дмитриев но раньше отчество не писали вот ИЧ а с фамилией вот то есть имя вот Иван Александров Эмельянов Анатолий Дмитриев Кошуев это эта пара очень интересна тем, что когда после поражения первой русской революции большевики и социал-демократы так сказать пошли на мирный путь так сказать своей пропаганды вот под руководством этого Кошелева в Сестроенске образовалась банда как назвали анархистов коммунистов и вот там оказался и этот Эмельянов старший причем те кто кончали школу с отличием на 12 по ходатайству начальника завода те могли поступить в техническую артиллерийскую школу это уже на уровне техникума узнаете место? школа какое-то время размещалась внутри завода а потом для нее было построено специальное здание вот на этом месте вот это вот та часть которая за современным зданием вемесленного училища представляет вот эту это вот бывшая церковно-приходская но не музыкальная школа здесь на месте окея церковный дом жилой дальше двухэтажное здание которое сейчас занимает сберкасса трехэтажное что? дом Слободского да и вот это вот кусочек нынешнего военкомата дом Калачевых где был склеп Мосина что? склеп Мосина где был? склеп Мосина был вот где-то вот у самого забора вот здесь да вот ходит много басин сказок что памятник Ленина поставили на кладбище не на кладбище на могилах на могиле Мосина не на могиле Мосина на кладбище которое якобы было около этой церкви у этой церкви никогда не было кладбище вы сказали памятник Ленина правильно? да и памятник Ленина не на могиле Мосина стоит вот все дело в том что вот кто-то первый раз наверное Вы первый раз? Вы первый? Ну я всегда рассказываю. Значит, самое первое легендарное кладбище, это вот в районе улицы Цемяночной, там где сейчас наше телевидение. О нем только единственное упоминание есть. И оно, по-видимому, просуществовало до 1734 года. Маленькое. Мы не знаем такое. А потом, когда все работы с дворцом кончились, и когда образовался вот это селение Сестрорецкое, кладбище было устроено вот здесь. Так вот можно показать за церковью. Никакой за этой церковью. Вот туда, левее. Нет, это, не путай меня. Вот здесь вот, в районе, вот перед администрацией, вот если от Володарки вы отходите, да, прямо, это была улица Никольская. И она упиралась в церковь, которая была вот тут на песке, где сейчас шоссе. И там была вот Никольская, Кладбищенская церковь, да? Не поняла, это в ту сторону? Нет, это вот к Приморке. К Приморке. Вот вы покажите на картинке. Где сейчас находится... Направо от церкви. Да не направо от церкви, в сторону депутатов. Да. К депутатам. А вы показываете, если по картинке смотрите. А где, я не могу тут сообразить. Вот сюда, вот на меня. Церковно-приходская школа-то, вот она. Так она вот напротив нас. Ну, да. А кладбище-то вон где было. Да. Вот. И оно просуществовало до... Не очень долго, потому что вокруг него образовалась застройка жилых домов. Вдоль дороги на Петербург. Вот это Никольское поворотно к депутатам, к мосту, и потом с выходом. Это вот была дорога на Петербург. Потом перенесли на пески. Это вот в район Дюта. Ну, радиоузел, Дют, да? И оно тоже оказалось внутри застройки. Причем доктор Браун писал в 1874 году, что летом после дождей испаряется смрадный запах, дух, и по-сестровеску гуляет трупный запах. И вот тогда перенесли на пески это кладбище. Видите, сколько кладбищ? Должен вам сказать, что в ограде Петропавловской церкви похоронен был не только мусорчик. Был похоронен и его предшественник. Генерал-майор Соколов. И тоже бородатый, и тоже генерал-майор. Поэтому, чью могилу вскрыли, трудно сказать. Вот. Вот один из первых аттестатов. Это вот в 2004 году выдан сыну личного почетного гражданина Ивану Васильеву Кузьмину, окончившему хорошо полный трехлетний курс ремесленной оружейной школы в 1904 году. И опять же, что интересно. Обучался ремеслам кузмечному, шлисарному, лекальному, токарному, специализировался на шлисарном. То есть вот в аттестатах свидетельствовала специализация. А это вот аттестат уже позже. Это моего любимого Дмитрия Ивановича Сурвилла. Это уже аттестат нового типа. Видите, уже и номер здесь забит, да, вот. И вот в 2014 году уже 169 номер. Причем, те, кто хорошо сдавал вступительные экзамены в первый класс, при наличии вакансии во втором классе, за счет исключенных и оставленных на второй год, могли быть приняты сразу на второй курс, во второй класс. С доздачей экзаменов по специальности. И вот Дмитрий Иванович Сурвилла, но Дима тогда он Сурвилла, был принят сразу во второй класс. По окончании он специализировался на токарном деле. И работал в инструментальной, пришел в инструментальную мастерскую. В 2014 году станок его стоял рядом, наверное, или поблизости от станка Николая Александровича Емельянова. А недалеко от них был верстак слесаря Зофа Вячеслава Ивановича, профессионального большевика, который был сюда направлен для ведения пропагандистской работы, который в 2017 году стал секретарем партийной организации. И в марте 17-го года Дмитрия в возрасте, сколько ему было, 19 лет, приняли в партию большевиков. Ну вот еще один, тоже, 907-го года, да, аттестат. Это уже опять третьего типа аттестат использован. Чей? Что? Чей? Сыну Сестрорецкого сельскообывателя Петроградского уезда Павлу Михайловичу Николаеву, православного вероисповедания, родившемуся в мае 17-го дня 1897 года. И тоже окончившего в 14-м году, но уже вот, так сказать, отвечается вот Сурвила. А это вот 12-й, 13-й год, расписание занятий с указанием преподавателей. Причем только в 14-м году появляются гражданские преподаватели из числа учителей, преподавателей наших вот школ. В основном, высшего народного училища, это развивская школа, да? Интересно тем, что вот русский язык много лет преподавал здесь Сергей Степанович Гамченко. Подполковник, полковник, артиллерист. Он историк-любитель. Сначала по молодости занимался раскопками житомирских курганов, а потом вел раскопки в Сестровецке. И вот в районе дом 3, да, или дом 1 к Бачаге выходит? 3. 3, да? Да. Вот в этом месте, а жил он напротив, в казенных домах, по-моему, на Ленсвете там сохранился одноэтажный деревянный дом, да? Сохранился, нет? На Ленсвете. Или рядом с Ленсветом. Ну, там же вот на Морской. Там несколько сохранился. Что? Еще несколько стоит. Вот это были казенные дома. В одном из домов занимал квартиру Сергей Степанович Гамченко. И он вел раскопки. И результаты его раскопок были опубликованы в журнале археологического общества. И он же, по его инициативе, в ремесленном училище была создана библиотека. На 98 рублей купили книг. И он составил каталог. Книги выдавались по одной в руки с правом выноса домой. А это вот девятый год принятых учениками, да? Вот тут кусочек. Дмитрий Андреев Антонов. Отец мальчика Андрей Михайлов Антонов. Находится на работе в механической мастерской. Свидетельство волосного правления об окончании курса учения во второй сестровецкой земской школе. Но помимо того, еще обязательно прилагалась справка Сестровецкой церкви о рождении. И обязательно все ученики осматривались при поступлении в школу на состояние здоровья. Мы знаем, что в одном из годов было забраковано два ребенка. Один за худого физического состояния, а второй хроническая золотуха. Вторая земская это такая школа? Вторая земская вы прочитали? Не знаю. Это единственная школа, которую мы не знаем. Есть чертеж ее, но вот ее никак не привязать ни к каким улицам. И вот опять же список очень интересный. В 1913 году, собственно, они и раньше эти были, мы знаем, выдавался инструмент рабочий ученикам. Во-первых, вот краткий молитва слов. Одна готовальня, да? Кто-то получил, да? И я расписываюсь в том, что получил от заведующей школы один чертежный фут. Фут сколько сантиметров? Тридцать. Это линейка. Вот очень интересно. Я уже говорил с вами о том, что прошение писали. Да, значит, вот прошение личного почетного гражданина Александра Семенова-Лапотникова. Прошу принять в рожь моего племянника Василия Яковлева-Харитонова. Отказано, потому что отец не работал на заводе. Хотя сам Лапотников Александр Семенович занимал, ну, на заводе достаточно высокое положение. Он был, заведовал приемным столом, вот, ну, как сейчас мы сказали, отделом кадров. Прошение Ивана Николаевича Николаева-Бода о приеме сына Ивана Николаева. Справка. Николай Иванов-Бода. Сын титулярного советника. 54 года. Работает в замочной мастерской. С октября 93 года по март 900-го принят в ствольную в 904-м, переведен в коробочную в 905-м, где состоит в пристаночных работах по настоящее время. Не принят, потому что ему сыну было 12 лет и 9 месяцев. Прошение кладовщика приборной мастерской Сергея Чубарова просит принять сына во второй класс. Сын учится в ремесленном училище императорского русского технического общества. Нет средств на поездки. Резолюция. Подвергнуть экзамену и принять. Вот в 907-м году был уволен, исключен из школы. Хайлов Иван. Средний балл 4,6 балла. Фадеев Николай 6,1 балла. Лаурила Николай 6,2 балла. Как уже оставшихся на второй год во первом классе. Поездки в город осуществлялись каждый год. Раз в год. Как правило, в средний и старший класс. Приморская железная дорога выдавала бесплатный билет туда и обратно. И ребята ездили в зоологический музей, на Путиловский завод, на Обуховский завод. И обязательно посещали какие-то мероприятия в Народном доме. Это теперешний мюзик-холл, бывший гигант. То есть Титан, да? Нет. Титан или гигант? Великан. Из средств, заработанных учениками, оказывалась материальная помощь особо нуждающимся. Милов Василий, Ипатов Николай, Перфильев Михаил, Венедиктов Иван, брюки и пиджак. Руличеву Николая Сапоги, особо хорошо сдавшие вступительный экзамен при наличии вакансий, принимались во второй класс с обязательной сдачей. Пример вот Сурвила, который окончил. В 13-м году впервые в ремесленной школе появляются гражданские преподаватели. Я уже об этом говорил. С началом Первой мировой войны заканчивается строительство заводских корпусов. Кто был в заводе, это 8-й цех, 10-й цех, 14-й, 12-й. И несколько позднее, в 16-м году, закончили здание ремесленное училище. И тогда все, так сказать, мастерские перешли туда, на первый этаж и в подвал. В 17-м и 18-м годах ремесленное училище работает, затем перерыв. Причем в 17-м году в ремесленное училище заводской комитет, фабрично-заводской комитет, это не профсоюзная организация, это была несколько другая система, направляет новых мастеров, в том числе Ивана Васильевича Кузьмина, аттестат которого я вам показывал. В 19-м, 20-м и 21-м годах школа не работает. В 22-м школа ФЗУ, фабрично-заводского ученичества, школа мастеров, затем при ремесленном училище, ну и на базе ремесленного училища открывается техник. После войны были обычные педагогические институты, были педагогические училища. Педучилища первые четыре класса, педагогические институты левой класс, но были еще учительские институты с пятого по седьмой промежуток, потому что учителей не хватало. И такие же институты создавались после войны, тоже узкопрофильные. И вот в 30-х годах был такой же институт создан при заводе. Готовил инженеров только инструментального производства. Институт или технику? Институт, институт. Худяков же кончил его. В 41-м году все, конечно же, закрылось. И станки завода были в основном отправлены в Новосибирск, а два цеха, которые выпускали автоматы, переехали в Ленинград, на Новгородскую улицу, на базу послевоенного Лиза, красного инструментальщика. Но зимой 41-го, 42-го года, когда в городе не было электроэнергии, рабочих оттуда сняли, и на станках ремесленного училища они делали автоматы, потому что гидроэлектростанция наша вот, сейчас заброшена, она всю войну работала. Уже в 46-м году был произведен первый набор в ремесленное училище. Уже ремесленное училище, причем оно было областного подчинения. Ну, должен вам сказать, что Сестровецк до 46-го года, до какого? До августа, да? Когда в город его приписали? Не помнишь? После войны уже. Ну, в 46-м, ну когда? Не скажу. Ну, вот я сейчас на память не помню. Был городом областного подчинили. Что? Мы были областными. Да. И вот поэтому ремесленное училище получило название номер два, как второе в системе вот областного профессионального образования. И набирали, конечно, местных никого не было, набирали чуть ли не по мобилизации сельской местности. Жили они в деревянных домах, в общежитии, но дети были на полном государственном обеспечении. У них была форма, у них было питание и, конечно же, проживание. И вот на выставке восстановления, вот тут было свидетельство или справка, выдана Фролову Михаилу, о том, что он год отучился в ремесленном училище и получил специальность слесаря-лекальщика второго разряда. Ну, это самый маленький разряд практически, да? Но некого было ставить к станкам. Затем, сохранив вот это название номер два РУ-2, наше училище начинает готовить, причем, я не знаю как, по случайности или как. Вообще-то во всей системе трудовых резервов уделяли очень много внимания культурному образованию детей, воспитанников. И у нас был такой Павловский преподаватель. Я его застал еще, он слегка прихрамывал, картавил, но он был педагогом по танцам. И вот танцевальные группы и хор Сестровецкого ремесленного училища и оркестр народных инструментов, безусловно, выступал в городе, славился он, и даже некоторые ездили в Москву на концертах. Затем, уже в каких-то 70-х, наверное, годах 80-х, ремесленное училище, как звучащее не очень хорошо, стали называть ПТУ в 60-х, да? Производственно-техническое училище. И училище получило номер 120. Нет, номер 2 было. ПТУ номер 2 в 60-х. ПТУ номер 2 еще было? Да, да. 80-го года было ПТУ номер 2. Вот. У них там мастерские, опять же, было питание свое, все. А потом построили здание для училища Интурист. Это вот крематорий, где сейчас депутаты наши. Но ты-то помнишь или нет, когда там угольная котельная была и дымила? Не помнишь? Не помню, я пришлый, Борис Михайлович. Да, вот там, там сейчас вольная подбавка котельная. Так все дело в том, что вот она же оказалась на отшибе, и систему отопления туда тянуть было далеко, да еще и заводская котельная не всех могла по силам обеспечить. Там была устроена деревья, угольная котельная. И вот эти вот трубы вот сохранились. Это вот они дымили черным дымом. В народе называли крематорий. А потом, значит, это училище ПТУ просуществовало не очень долго. Это был такой рассадник разврата. Удивительный. Что? Номер 131. Да, номер 131. Его прикрыли и стали переводить в 120-е ПТУ. ПТУ. Сейчас оно не выпускает ни одного станочника, ни одного слесаря, но носит имя Мосина. Правда, говорят, у них есть одна или две группы автослесарей, и на эту специальность даже конкурсы нет. Три стипендии завод дает. Какой завод? Хундай. А Хундай, ну... Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать. А про комсомольцев? Доска-то висит на ПТУ? Комсомольская организация сформировалась в здании в 18-м или в 19-м году? Все дело в том, что комсомольская организация, это самое, образовалось не в ПТУ. Доска висит на ПТУ? Ну, это работа Шушпанова, Леонида Ивановича. Все дело в том, что Леня Шушпанов учился в коммерческом училище, после революции стал активным, так сказать, деятелем комсомола. Сначала Красная гвардия, потом комсомола, как самый грамотный, был секретарем революционного комиссариата в 17-м году. И когда никого не осталось, многие ушли на фронты гражданской войны. Ахропотков погиб, потом погиб Грединский, Павлин Виноградов, это же тоже наш. Павлин Виноградов под Архангельском погиб. Ну да, но это тоже же наш товарищ. Это удивительный человек. Хедров писал Ленину, что если бы не Павлин Виноградов, который явочным порядком взял власть, руководство воинскими частями в свои руки, неизвестно где бы нам пришлось давать отпор интервентам. Человек-то удивительный. Сын, кстати, он родственник слободских по матери. Сын торговца. Нет, ну вот сейчас, которые возят, предлагают товары, это как называется? Не риэлторы, а как его? Ну вот, не важно. А тогда это называлось разъездной коми-вояжор. И он, значит, отец рано умер, мальчик пошел работать сначала в нас на завод, потом в городе. И когда его в армию взяли, он отказался принимать присягу на верность царю. Родине служить согласен. И оказался сначала в Аракчеевских казармах. Ну, дисциплинарный батальон в Грузино, в Новгородской области. И там Бузил оказался в Шлиссербургской крепости. Занимался самообразованием. Потом оказался в Александровском централе в Красноярске. Февральская революция его освободила. Когда он приехал сюда, в Петроград, по направлению большевиков, в начале 18-го года он был отправлен на Мурман, в Архангельске на Мурман. Для того, чтобы там же материально-военная помощь со стороны союзников шла через север. И там очень много грузов скопилось. Вот для отправки грузов в Петроград. И когда там начался мятеж, и высадились те же друзья наши, он взял власть в свои руки, остановил наступление. И в одном месте они устроили засаду на берегу для вражеской флотилии. Но пушки стояли среди бревен, заготовленных для погрузки на баржу. Разорвался снаряд, и щепой или чем-то там он был смертельно ранен. И вот его гроб неделю что ли везли в Петроград, везде митинги, но это был трибуный оратор, так сказать. И похоронен он в братских могилах в парке Лесотехнической Академии. В советское время главный проспект в Архангельске носил проспект Виноградово. Проспект Виноградово, район где он погиб был Виноградовским. Около двухсот человек погибло на фронтах гражданской войны. Наши воевали на Колчаковском фронте в составе карельского батальона, то есть полка. Он был сформирован из трех рот. Карельцы, это вот красные финны, да, Сестровецкие и Новодеревенские. Вот три роты было. И колчаковцы говорили, что карельцы воюют не по правилам, в бой идут без криков, ура, шуруют штыками, в плен, не сдаются. За каждого пленного карельца была обещана корова, но по тем данным, которые мы имеем, ни одной коровы не вручили. Вот, собственно, все, что я вам хотел рассказать. Так вот, река Сестра, она везде река Сестра. Но человеческая глупость безгранична. Я вам должен сказать, что в свое время на меня писали донос. За то, что я называю разлив водохранилищем. Хотя на всех планах написано озеро разлив. Вот какой-то мудак, извините за грубость, реку Сестру ниже заводской плотины назвал заводская сестра. Теперь малая сестра. Она одна сестра, вы понимаете? У нее нет развилок. Одно время этот самый Беликов, но вы не знаете, Стас знает. Знал-то его Беликова, да? Он же пустил пули о том, что река Сестра впадала в Гагару, в речку. И она вышла, выходила вот здесь, в Финский залив. Но это вот водосливной канал. Слава Богу, Ольга Григорьевна Растворова, замечательный человек, светлая ей память, в публичной библиотеке нашла план наших мест 1699 года. Вот план Шхонебека, где вот река Сестра вот эту петлю делает и впадает вот там, да? Ну там схематично все, масштаб мелкий. Ну, что ты хочешь, слава Богу. Вообще считается, что самый лучший план наших мест, это план 14-го года. Мензольная съемка. Ну это вот старая карта, что ли? Ее нет здесь. Вот висела, когда религия. Не, 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 это все пламя. Архивная, Мензольная пьет... 1914? Да, на нее ссылалась... Елена Михайловна Стравинская. Этот план, наверное, у Арфеева и Неклюдова в книге. Нет, нет. Арфеева и Неклюдова, это 1900-й год. Да. А это 1914-й год. Самое точное. Потому что все остальные, или приблизительные, или, так сказать, военные, вносят свои коррективы. У Гаусмана еще хорошая. Что? У Гаусмана хорошая. Ну, у Гаусмана это... Там кусочек совсем. Там и ручей Гагарха. А получается, что вот эта вилка, вторую, которую часть засыпали, она тоже как бы... Какая вилка? Вилка, которая около курорта шла, которую засыпали. Да, да, да. Да, да, да. Значит, во-первых, значит, ржавая канава, это самокопанная. И вот та, которая у курорта, это тоже копанная вручную. А с какого места вот она копанная получается? А вот вы идете через Востик в детских дюнах, да? Да, да, да. Вот начинается налево. Вот от этого и до берега она копанная была. А с какого перепова копали? Что? С какого перепова? А все дело вот после того, как при Гибичи прошел прорыв, да? Да. Там же возились, там и плотина Дестрема, там еще кого-то была. Дестрема это тоже где Гаусмана? Нет, ну вот везде всякие плотины. И завод же встал. И для того, чтобы заниматься ремонтом плотин, сделали что? Реку Сестру запрудили и прорыли вот эту канаву, которая называется Ржавая, да? Но воды накапливалось здесь много, и тогда прорыли вторую канаву, вот ниже, вот у курорта, которую. И тоже была плотина. Там была целая серия плотин. А это тоже прорыто, да? Какая? У завода нет? Это все это... Прорыто, прорыто. Почему? Прорыто. В заводе это сестра? В гидроникростанции? Да. Прорыто при Мосине. Ну, после Мосина, наверное. Да, милый мой, что ты... Вот фотография есть, где нет этого протоку. Есть фотография, где протоки... На плане 1800. Под пушки идет. Под какие пушки? Да что вы... Значит, вот план Карпова, план Карпова, он делал чертеж, когда строил церковь, да? Указано, вот, к сожалению, безразмерно, понимаете? Безразмерно. Казенный лесопильный завод. Вот здесь указан. Вот он здесь указан. Может быть, что-то где-то подправляли, но телорама, так сказать, в нашем понятии, она была все время. Есть фотография, где нет этой протоки у музыкальной школы. Вот нет там никакой реки. Какого года? Какого года? Я не знаю, какого, но на фотографии нет там никакой реки, а есть дорожка, и по ней женщины идут вдоль забора. У Орфеева она есть. Да это не у Орфеева. Ну, а вот так... Это касается энергетики фотографий. Не знаю. А потом появился канал. Да ничего он не появился. Электростанции. Нет, ну вы же как раз рассказывали, что первый канал был еще в доме Кмосина. Может быть, как раз фотография того периода. Нет. Значит, вот когда шли ремонтные работы на этом вот проходе, да тут же трубу умудрили заложить перед заводом. И копали, и даже на вскрытой фотографии, ну, фотографию сделали, стоит человек в яме, да, и вот кирпичный свод за его спиной. Это старые водоводы. Это старый водовод, который шел через завод. Да. Но им перестали пользоваться. За 14-м цехом этот водовод идет. И сейчас он там есть. Что от него осталось? Ну, что-то осталось. Это не то. Надо знать, где спуститься только. Вот в эти люки. И там можно еще походить. Как же это сделать? Я тебе не советую. Очевидец мне говорил. Какой очевидец-то? Там все загажено маслом. Это другой вопрос. Там не пройди. Главный врач в поливлинике. Кто у нас недавно был? Потом депутатом был. Вспомните фамилию. А, это самое... Вот он ходил там, да. Да, он ходил. Ходил-ходил, да. Ты поверь, я его знаю. Ну, сказал, что спустился. Он знал. Он открывал колодец и смотрел. И все. Ничего он не ходил. Главный энергетик еще завода лично мне говорил. Кто? Шубов? Не знаю кто. В 92-м году я с ним общался. Сказал, что существует все. Регулярно спускаемся. Регулярно обследуем. И журнал заполняем. Обследуем. Да все это бред сивой кобылы. Так вот, все дело в том, что никто не знает, как разливалась река сестра. А ведь вообще принято считать, что речка Черная приток реки Сестой. Но! Откуда-то горский ручей не берет воду. И все дело в том, что даже после войны на дороге к Шалашу был мостик. Прямо вот на проезжей части. И когда вода в разливе поднималась, вода уходила в лес и в горский ручей. По Глиняному ручей. Он и сейчас. Ну, в горский ручей. Горский дальше туда. А это еще Глиняный ручей, который в разлив впадает. Какой разлив впадает? Примерно посредине дороги к Шалашу. Он не впадает, он как раз выходит в болото. Сейчас же там все пытались осушать в советское время. Вот я всегда говорю, что это не мои слова, это слова Остапа и Брагимбендера, да? Россия страна непуганных идиотов. Вот когда царь передал Выборгскую губернию в состав Великого княжества Семьяновского, да? Александр Первый. Александр Первый в 11-м году, в 1811 году. Ни один чиновник, ни одна сволочь не приехала и не посмотрела, где проводить границу. Они на карте нашли горский ручей и провели границу, и вот 50 лет Сестрорецкий военный оружейный завод, представлявший отдельную особую военную волость, был на территории Великого княжества Финляндского. И на дороге в районе Горской была таможня, вот на которой служил как раз этот самый отец этого сына титулярного советника Бода. Вы понимаете? И потом только через 50 лет спохватились, что нужно же возвращать. Там и с Крымом получилось то же самое? Ну, должен вам сказать, так же и с финляндской советско-финской войной получилось. Если бы в 811 году этого не было, не отдали бы. ведь в конце 19-го, в начале 20-го века тоже хотели отодвинуть границу Великого княжества Финляндского. Тоже этого не было. Ведь Сталин, как бы вы его не ругали, говорил, что с географией мы спорить не можем. Ленинград находится в 32-х километрах от границы, нам его не передвинуть. Хотя строили все на той стороне вот Кировский и Выборск и Московский район, Дом Советов и все прочее. Артиллерия могла достать до Смольного Финска. И нужно решать вопрос. И советская власть государство просила, предлагала финнам отдать 2000 квадратных километров на Карельском перешейке и отдавала им 5000 квадратных километров в районе Ребульская Талия. Это вот средняя к северу Финляндии. Не пошли на это, но и получили то, что хотели. Про речку все-таки что-то захочешь. Получается, что русло малой реки, малой сестры, как она сейчас называется, оно естественно. Оно естественно, да. Единственные споры возникают в месте, где из озера разлив или водохраничий разлив выходит протока как бы вот в эту малую реку. Значит, вот она выходила здесь и об этом даже... Все равно здесь выходила, где сейчас хватит. А вот на территории завода и в том числе вот ваша бочага, да? Да. И та бочага, которую засыпали за железной дорогой. Да я не засыпал. Там же автостоянка за железной дорогой. Там вот бочага есть. Там вот кусочек, наверное, осталось. Мы же в малую бочагу мы не ходили купаться, а вот в вашей бочаге у промстроя мы же купались после войны. И сейчас купаются. Там осталось-то совсем ничего. У водолея? Да. Ой, прекрасный бассейн. Мы-то не почистили. С голубой водой. Все дело в том, что там ключи. А на территории завода было столько бочаг. Вот я пришел на завод в 72-м году, а Павел Ильич Латынин он пришел в 63-м, в 62-м году. И они прокладывали кабель по территории завода через бочагу на стойках. Когда в 80-х годах мы попытались найти этот кабель, мы его не нашли. До него было не докопаться. То есть он, видно, очень здорово просел, потому что все это засыпалось. И вот на плане 1898-го года там вот этих бочаг миллион. Бочага это часть старицы или место, где ключи бьют. Так что тут то есть никакого отношения прорывы озера к образованию бочаг не имеют. У них у всех ключевая природа. Нет. Должен вам сказать, что в каком? 800-803 или 7-й год? В 804-й думаю. Да. Или 802-й же. Вот при Дибичи, когда у нас началь лунная, вода стала пребывать, за гидросооружениями следили слабо, Дибич приказал прорыть лопатой канавки в песчаных насыпях. Ну и вода пошла. Вот у курьих ножек, это вот напротив бани, в прорыв, и у каменного бугра Литейной улицы вошло в устье глиняного ручья и устремилось к морю. А второй ручей смыл огород начальника завода и устремился ниже завода. Вот за Мосиным, за памятником, там же Ямино, там же был городок, городошный там баскетбольная площадка и все. Потом это все потихоньку засыпалось. И Разлив ведь изменил очень конфигурацию свою. Люди потихоньку потихоньку ее засыпали. Надо дожить до следующего года. И вообще откровенно говоря я уже не знаю у меня уже фантазии не хватает. Так вынимай все. Все? Вот красное. Красное? Ну вот красное. Вот вы сейчас выйдете между школой и музыкальной школой вы увидите красное здание. желтая здание с Думаной это школа? Да. Школа, да? Желтая здание с Ленина это школа. Она 37 по-моему или 38 года построена. Скажите пожалуйста на заводе профессора медицины Кречев. Он никогда не был профессором. А не профессор а доктор медицины. Ну я знаю Кречев заводской доктор. А кого он лечил там? Он был казенным доктором старшим врачом заводского доктора.